Ом Ти Ви Юэй, про Головне. Военную часть, короче, всё. Бабахнули. Непростая ночь. Непростая, вам скажу. Утро ещё будет сложнее. Ай-яй-яй-яй-яй. Было время, когда мы на полном серьёзе обсуждали, что лучше пить с утра, а чай или кофе, и жизнь казалась тихой и спокойной. Всё как и было. Как на ходе боевых действий скажется подрыв 107-го арсенала Грау в Торопце. Передовой комплекс с бетонными хранилищами позволит надёжно складировать ракеты и боеприпасы. После лета 2022 года, когда появились хаммерсы и атаки пошли на наши склады, неужели никому не пришло в голову, что сейчас время, когда не надо всё концентрировать в одном месте. Что склады должны быть скорее разнесены, а не идёт концентрация. Что таким образом, когда мы в очередной раз успешно сбиваем дроны, но, к сожалению, почему-то вот их фрагменты падают и вызывают пожары. Ранним утром 18 сентября в Торопце, Тверская область, был уничтожен 107-й арсенал главного ракетно-артиллерийского управления Минобороны РФ, на котором хранилось до 30 тысяч тонн боеприпасов, по другим данным, до 22 тысяч тонн. Не, мне феверки нравятся, но звук противный, серьёзно. Ну вот это вообще нормально было, мне даже понравилось, даже в ушах зазвенело. Смотри, 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 идёт сюда. В основном это 122-миллиметровые реактивные снаряды для систем залпового огня, 82-миллиметровые миномётные мины, а также артиллерийские снаряды 152 и 122 миллиметров. Российские пропагандисты и губернатор Тверской области Руденя заявили, что это была атака БПЛА, которые были успешно сбиты, но после этого возник пожар. Отработала система ПВО Министерства обороны. Безопасность восторжествовала. УВД, Росгвардия, прокуратура, Следственный комитет, военные, все находятся на месте. Очевидно, что никакой беспилотный летательный аппарат не в состоянии пробить бетонированные и заглублённые в землю помещения снарядных хранилищ. Беспилотники использовались для отвлечения ПВО, а удар был, скорее всего, нанесён ракетами, причём вовсе не обязательно запущенными с земли. Пока публично обсуждается разрешение США и европейских стран для Украины наносить удары по территории РФ, фактически оно получено. Но признавать это российские власти не будут, как не будут торопить события американцы с европейцами. Путин боится публично признать, что удары по российским складам, аэродромам и другим объектам уже наносятся западным оружием, потому что это потребует от него действий. А действовать он как раз и не может, потому что нечем и можно получить ещё сильнее. Надо подумать. США, ЕС и НАТО наблюдают за реакцией Москвы и ещё какое-то время потянут с публичным разрешением ударов. Ну надо же подумать, что делать. Это тонкая вещь. Но куда важнее, ничем ВСУ ударили по арсеналу. А какие последствия для хода боевых действий будет иметь этот удар? Упали обломки. Так вот, кстати, падение обломков оказалось какое-то невероятное зарево, взрывы, грохот и 13 пострадавших. Знаешь, вот у меня прям мата не хватает. Я не могу больше читать эту формулировку в результате падения обломков дрона. А что же было тогда, если бы сам дрон попал? 107-й арсенал обеспечивал боекомплектом 2,5 направления. Курское, Белгородское, включая захваченные РФ-плацдармы в Харьковской области под Волчанском. И часть Купянского, северный участок фронта до Синьковки. Армейская логистика в вооружённых силах РФ устроена так, что в непосредственной близости от зоны боевых действий создаётся примерно двухнедельный запас боекомплектов для танков, ствольной и реактивной артиллерии и миномётов. Это означает, что прямо сейчас российские подразделения в Курской, Белгородской, Харьковской и на севере Луганской областей без боеприпасов не останутся. Конечно, если ВСУ не вынесут склады в ближнем тылу, что происходит регулярно. Но российским армейским снабженцам придётся срочно решать вопрос с перераспределением расхода боеприпасов со складов и арсеналов дальнего от фронта базирования так, чтобы БК хватило всем. А это значит, что нужно предусмотреть новые маршруты железнодорожных составов, возможно, новые составы, транспорт от ЖД станций до складов и ещё с полсотни вещей. Вот до чего мы дожили. В условиях слабого? Да-да, в 21 веке оно всё ещё слабое. Покрытие территории России железнодорожной сетью и нехватки грузовиков и спецтранспорта для перевозки боеприпасов – это не самая простая задача. Причём снабженцы здесь второе звено. Первое – это руководство самого главного ракетно-артиллерийского управления Минобороны Российской Федерации, которое должно проделать примерно такую же работу по перераспределению ресурсов, людей, техники и прочего. Мы по-прежнему складируем гигантский размер, давай, всё одно место, ещё под открытым воздухом. Вот я просто хочу посмотреть в лицо этого идиота. Заместитель министра обороны Дмитрий Булгаков, приехавший на стройплощадку в Торопцин. Передовой комплекс с бетонными хранилищами позволит надёжно складировать ракеты и боеприпасы. Ответить Булгакову просто реально хочется расстрелять. Зная, на каком высочайшем уровне организована логистика в ВСРФ, можно почти с уверенностью говорить, что за две недели с этими задачами не справиться. Потребуется как минимум вдвое больше времени. А это значит, что к началу октября начнётся очередной снарядный голод. Либо на Курском, Белгородском, Волчанском и части Купянского направлений, либо на каких-то других, в ущерб которым перераспределят боеприпасы. Голод не продлится долго, но этих 10-14 дней может хватить для того, чтобы ВСУ решили тактические или стратегические задачи на тех участках фронта, где россияне будут вынуждены экономить БК. Страшно, очень страшно. Вы хоть понимаете теперь, чего вы натворили? Также стоит учитывать, что российские арсеналы, снабжающие группировку ВСРФ в Украине, могут попасть под новые удары беспилотников. И в этом случае проблем у оккупационной армии будет значительно больше. Ну куда больше? Всего в западном округе 5 крупных арсеналов. Два комплекса, подобных Торопецкому, сдадут эксплуатацию до конца года. Какими идиотами надо было быть, чтобы докладывать точку нахождения склада, повсюду рассказывать, показывать многозвездных генералов, которые говорят, что они построили такой склад, что... Французские истребители «Мираж», которые Париж, возможно, поставит Киеву, должны быть модифицированы для поражения наземных целей. Модернизация пройдет на французской авиабазе «Хазов». Не останавливается натовский конвейер войны по подготовке украинских боевиков. На этих кадрах испанский полигон в городке Толедо находится всего в час езды от Мадрида. Сотни украинских головорезов готовят к боям с российской армией. Только в Испании обучили 4000 украинских солдат. Возможности работы данных истребителей вооружением воздух-поверхность будут расширены для использования целого арсенала американских авиабомб, которые Вашингтон уже направил на Украину.